Всем здравствуйте! Добро пожаловать в мое новое видео. Сегодня видео будет о мыле для бровей. Я давно обещала вам сделать такое видео с обзором мыла для бровей с Алиэкспресса и вот сегодня этот день настал. На самом деле мыло с Алиэкспресс мне пришло уже несколько месяцев назад, но так получилось, что я потеряла его дома. Но совсем недавно во время уборки шкафа с косметикой оно все-таки попалось мне на глаза и сейчас я вам покажу, что это за мыло. Мыло очень бюджетное, стоит по-моему чуть больше доллара. Я обязательно вставлю в видео стоимость его. Также ссылку на него я оставлю в инфобоксе. Это обычное мыло для бровей в коробочке. В комплекте идет щеточка для укладки бровей. Я так понимаю, что такую форму ей придали не только потому, что так она помещается в упаковку, а еще и потому, что ей так, видимо, удобно работать. Ну попробуем. Само мыло выглядит вот так в металлической упаковке. Такая отъезжающая крышечка. И мыло, как вы видите, естественно прозрачное. Я вообще признаюсь, что на YouTube я не смотрела ни одного обзора на мыло для бровей. Почему? Потому что я хотела, во-первых, оставить свое непредвзятое мнение. Потому что считаю, что мыло для бровей это все-таки непрофессиональный продукт. Мыло для бровей вряд ли используют бровисты. Потому что это все-таки продукт для кратковременной вкладки бровей наравне с гелем для бровей. Либо лаком, если кто-то пользуется лаком. Ну если только визажисты используют его в работе. Но я сильно сомневаюсь на тот счет. Потому что все-таки гель для бровей более удобен в работе. Ну а основным преимуществом мыла для бровей я пока могу назвать только его цену. Так как даже по сравнению с самым бюджетным гелем для бровей мыло намного выгоднее. Естественно мне пришлось испытать этот продукт на себе до того, как я сниму видео. Потому что, во-первых, необходимо было понять некоторые нюансы работы с ним. А они есть. Как вы, возможно, уже знаете, мыло для бровей необходимо перед нанесением растворять с водой. Здесь очень важно учитывать количество воды. Потому что если мыло для бровей будет слишком жидкое, то при его нанесении возникнут некоторые сложности. И вам придется очень долго прочесывать брови до того момента, пока мыло начнет схватываться в них. В свою очередь, если вы используете недостаточно воды, мыло получится очень густым. И вы не успеете положить их в нужную вам форму. Они высохнут еще в процессе нанесения. Основное отличие нанесения мыла для бровей под келек и бровей состоит в том, что вам необходимо не только нанести мыло на бровь, но также прижать брови, приклеить брови к коже, как обычно делают бровисты во временную укладку бровей, либо лимонированные брови, не знаю точно. Такие брови получаются очень приплюснутые к коже, плоские. Вот от мыла для бровей такой же эффект. Вы можете сейчас не продать его мне на бровях. Потому что если вы не приклеите брови, то они, мы вам такое немного эластичное, и брови не будут стоять в той форме, в которую вы их поставили. Они будут очень медленно изгибаться в том направлении, в котором захотят. Поэтому это необходимо сделать. Прижать брови к коже, приклеить их к коже. Ну и на мой взгляд, очень удобным способом увлажнения этого мыла, я, например, применила вот такую термальную воду, которая у меня в таком воспылителе. Смотрите, как легко. Так равномерно можно нанести жидкость на мыло. Можно использовать также спрей какой-то. Или, конечно, просто воду. Просто понимать, сколько ее туда добавлять, чтобы оно не слишком мокрое получилось, чтобы там лужи не было. Видите, здесь как бы даже у меня лужи не образовалось, а просто поверхность всего немного намочилась, и сейчас я буду его использовать. Дальше мы берем нашу зорвенную щёточку и вот таким способом набираем мыло на щёточку. Вот так убрали. И для приклеивания волосков к коже вы можете использовать как наконечник, как это и щёточки данные, но мне кажется, он коротковат, не очень удобен. Поэтому я их пользую просто кисточку или карандаш, вы можете использовать, который у вас под рукой есть. И сейчас я буду наносить мыло для бровей на самое основание брови. Сначала буду поднимать волоски, буду строго вверх. И теперь я прижимаю их. Теперь мы их зафиксировали. После того, как прижали. Прохожусь ещё раз. Мыло у меня ещё, повторюсь, не высохло. Среднюю часть, середину брови я зачесываю вверх. Также кисточку вы можете крутить, вот здесь. Поле от чистой стороны можете проходить, иногда что-то прочесать. Собственно, я всю бровь сначала зачёртываю прямо вверх. Основание волосков будет идти вверх, в любом случае. Почему я куда-то потеряла, у меня куда-то упала щётка? И все равно я буду придавать направление кончикам волосков. А точнее, они будут смотреть вот сюда, в направлении наивысшей точки. Вот сейчас у меня, наверное, только в этом месте подсохло мыло. Я чувствую, что здесь немного так стянула кожу, брови, брови. Там мыло уже, наверное, подсыхает окончательно. Дальше опять, видите, перевернула кисточку. Там, где мыло. Кстати, мыло можно набирать так же в процессе и смачивать его. Вот этого, оно совсем, вот этого оно совсем не пострадает. Я сейчас как раз смочу. Другими, немножко ещё раз мыло. Наберу его. Наберу его щёткой, чтобы довести кончик брови тоже. Я как бы все волоски приподнимаю сначала вверх, а потом более чистой стороной я укладываю их. И здесь я их уже укладываю в направлении виска. Ну и следите, чтобы переход был плавный. Сначала вверх, потом немного в направлении на высшие точки и дальше в направлении кончика. Вот. Здесь такой есть нюанс. У меня в этом месте есть такая небольшая проплешинка. То есть у меня два варианта. Либо я дорисую здесь дальнейшим маркером волоски, либо я уложу волоски мылом так, чтобы закрыть эту дырку. Вот я нашла чистую кисть. И самые нижние волоски, которые по нижней линии брови идут, я зачешу вот так вот в направлении виска, а не в направлении вверх. И тем самым я прикрою вот эту проплешинку. Чистую здесь взяла на щёточку. И сейчас я уже чувствую, как у меня немножко стянуло кожу уже по линии всей брови. И значит, что мыло схватывается. И я специально в макияже нанесла и я специально в макияже нанесла хайлайтер под бровь, чтобы увидеть, куда я попаду мылом, испорчу ли я себе макияж. Потому что в тех местах, куда попадает мыло, кожа тоже такая матовая, матовая пятно становится. Но сейчас, как я вижу, я не вышла мылом за пределы брови. То есть у меня макияж не испортился. Хайлайтер нигде не перекрут. Сверху я тоже не вижу каких-то матовых зон. В общем, вот такой эффект. Одна бровь у меня даже такая более вздернутая получилась. Сейчас посмотрим, возможно ли немножечко отправить волоски здесь. Вообще зафиксировалась очень. Прям зафиксировалась. Так проходить можно долго. Если спать не лицом в подушку, наверное, можно не эксплуатировать такие брови. Эффект на самом деле супер классный. Потому что я использую обычный в жизни гель для укладки бровей. Но здесь я не обхожусь без карандаша либо маркера. Потому что в глазки приходится дорисовывать все равно. Гелем так не прикрыть. Проблешины. Ну, точнее прикрыть, но оно не сфиксируется на целый день точно. Поэтому, девочки, кто не боится экспериментировать, кто любит такие, тем более, что такой очень бюджетный продукт, он в принципе не понравится, но мне не понравится. Кстати, его можно, если что, вынуждать из этой коробки и просто использовать по назначению, как мыло. Поэтому я рекомендую этот продукт всем, кому он интересен. Надеюсь, вам понравился обзор. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, обзоры и видео с макияжами. Увидимся.